Добрый день, дорогие друзья! Ну, вы, конечно, хотите поговорить про голосование в Мосгордуме. Тем более, что наш проект «Открытые медиа» сегодня опубликовал ссылку на предварительный список от коллег из ФБК. Не сегодня. ФБК на этот момент официально не подтверждает список, а мы продолжаем работу по отделению упырей от тех кандидатов, которые еще сохранили человеческий облик. Мы всем пытаемся дать последний шанс и убедить высказаться против политических репрессий и в поддержку политических заключенных. Посмотреть ситуацию на сегодня вы можете на сайте досье. И надеюсь, что наши коллеги учтут планы тех, кто хочет голосовать не только по уму, но и по совести. При формировании окончательных списков рекомендаций для своей вот там группы поддержки. Ну а сейчас поговорим о более фундаментальном вопросе, касающемся всех и каждого. Даже и точнее особенно, если вы вот этого не знаете. И начнем мы с поэзии. «Над седой равниной моря разорвался буревестник». Это не просто теперь строки слегка переделанного стихотворения Максима Горького. Это описание случившегося 8 августа под Северодвинском. Детали этой катастрофы все еще скрываются властями, но уже сейчас есть достаточной информации, чтобы в значительной степени восстановить картину произошедшего. 8 августа на полигоне под Северодвинском произошел взрыв российской межконтинентальной крылатой ракеты, имеющей условное название «Буревестник». 7 человек погибло, несколько пострадало. Особенность «Буревестника» в том, что эта межконтинентальная ракета имеет ядерную энергетическую установку. Именно эту ракету Путин презентовал во время послания Федеральному собранию в 2018 году. Тогда эта якобы новейшая разработка российских военных была представлена Федеральному собранию в виде мультфильма. Это, кстати, было сделано неспроста. Ракета с подобным двигателем не нова и весьма небезопасна. Причем не нова совсем. Ей 50 лет, и небезопасна она в первую очередь не для потенциального противника, а для собственной территории и населения. Вообще идея использования ядерной энергии в двигателях ракет, она совсем-совсем старая. Еще в 60-е годы прошлого века советские конструкторы работали над такими проектами и отказались от них из-за опасности использования. Вот вдумайтесь, от использования ядерных двигателей для ракет отказалась страна, которая не стеснялась отправить 45 тысяч солдат маршировать через центр ядерного взрыва. Это, кто не знает, тотские учения 1954 года. Ракеты с ядерным двигателем устроены следующим образом. Начальное ускорение придается при помощи твердотопленных, ну или жидкостных элементов. А затем в дело вступает либо малогабаритный ядерный реактор, либо радиозатопный источник питания. Использование ядерного топлива наделяет эту ракету практически неограниченным радиусом действия. То есть крылатая ракета с таким двигателем действительно может обходить районы противоракетной обороны. При глобальном ядерном конфликте это преимущество бесполезное. А вот в начале она переводит только начавшийся конфликт в глобальный, повышая неопределенность и уменьшая доверие. Но вот у такой ракеты с таким двигателем есть и более практическая неприятная особенность. При разрушении она создает радиоактивное заражение. А как вы понимаете, любая ракета, даже если она способна летать неделями в воздухе, когда-нибудь падает. И если в военное время ракета должна упасть на вероятного противника, то в мирное время на учениях она неизбежно падает на собственной территории, устраивая в месте падения небольшой Чернобыль. А если к этому добавить неизбежные аварии при испытаниях, то становится понятно, почему даже Советский Союз отказался от этих разработок. А там, в Советском Союзе, затраты на науку и исследовательские разработки в рамках военных программ были не в пример выше. Но даже советское партийное военное руководство с их абсолютно наплевательским отношением к людям не решилось на такой риск. А вот Путин и его малообразованная прислуга, они тут и решились. Это ведь не на них будет падать этот летающий Чернобыль. Это не они будут на полигоне при запуске буревестника. Им ничего не грозит, зато грозит всем нам. При взрыве буревестника прямо сразу погибли 7 человек, двое военных и 5 сотрудников Росатома. Сразу после взрыва было зафиксировано повышение радиоактивного фона. А затем российские станции радиологического контроля перестали передавать информацию о радиационном фоне. Зона вблизи аварии была перекрыта для самолетов и кораблей. Пострадавших от аварии доставили в больницу, а вот говорить врачам, что они имеют дело с радиоактивным заражением, не стали. В результате в гражданской больнице рядом с детьми и беременными находились непрошедшие дезактивацию люди. А когда у одного из врачей обнаружили в теле цезий-137, то заявили, что он, мол, поел фукусимских крабов в Таиланде. Ничего не напоминает? Вот только что мы посмотрели сериал «Чернобыль», восхищались точной передачей атмосферы событий, переживали, глядя, как раздолбайство, стремление скрыть правду, прикрыть свою задницу, ставят мир на грань катастрофы, как героическая смерть одних является следствием некомпетентности и трусости других. И вот мы понимаем, что за прошедшие с момента Чернобыльской аварии 33 года вообще ничего не изменилось. Вообще. Власти также скрывают правду, делают вид, что ничего не произошло, и даже если это ставит под угрозу жизни многих людей, ошибочно понимаемая честь мундира и нежелание брать ответственность по-прежнему – главная мотивация для властей всех уровней. Вы скажете, я драматизирую, что аварии случаются всегда и везде, что сравнение с Чернобылем некорректно по масштабам и по степени опасности, что где мы, а где этот самый Северодвинск? Разрушение ядерного двигателя, подобного двигателю буревестника, дает выброс альфа и бета излучающих частиц топлива. У этого типа излучения невысокая проникающая способность, и даже небольшое расстояние от источника излучения уже делает его безопасным. Но попадание совсем небольшого количества зараженного вещества внутрь организма может привести, точнее, почти наверняка приведет к весьма печальным последствиям. Вспомните Литвиненко. При взрыве ракеты, а в Северодвинске был именно взрыв, в воздух попадает значительное количество радиоактивного вещества. Это частички взорвавшегося топлива, зараженной радиацией, пыль и так далее. А теперь посмотрите на карту движения воздушных масс в дни после аварии. Заметили? Воздух с момента аварии, это вот вся зараженная пыль, прошла сначала над Питером, а потом над Москвой, и над бесчисленным множеством других городов и поселков. Слава Богу, дождь над Москвой вроде бы чуть-чуть разминулся с этим облаком. Потенциально в зоне поражения 20 миллионов человек. Ну нет, конечно, даже при самых плохих раскладах речи не идет о том, что все 20 миллионов человек получат радиационное заражение. Нет. Но кому-то может не повезти. Может десяткам, может сотням, а может тысячам. Мы точно не знаем, потому что тип и количество радиоактивного вещества от нас скрывается. Но опасность была весьма реальная. Ведь недаром 8 августа в Москве и по телевизору, и по громкоговорителям жителям советовали не выходить из дома. Только не объяснили, почему. Да и как не выходить? Подземные стоянки для лимузинов, это вот сегодня еще, знаете, совсем не у каждого. Никакого урагана не было. Да и не бывает таких предупреждений при сильном ветре. Просто кто-то тоже посмотрел на карту движения воздуха и решил предупредить от греха подальше. Честно сказать, не могли. Вот и пришлось про ураган. Конечно, в Москве за тысячу километров от Северодвинска шансы получить радиоактивное заражение не очень большие. Но они есть. И вы скажите честно, вы хотите сыграть в такую русскую рулетку? Получить шансы быть тем самым одним из тысячи, кто схлопочет заражение. Вы подписываетесь под это? И главное, что нет никакой реальной причины, никакого возвышенного мотива, чтобы пострадать. 8 августа у значительной части Восточной Европы были шансы схватить чуток радиоактивного заражения внутрь. Только потому, что один престарелый автократ впал в детство. Вот все это бряцание новым оружием. Все эти презентации мультфильмов, пересмотрящие в рот публикой, это радости ребенка, которому подарили модель танка. Ни у одной страны мира нет такого современного технологичного оружия, как наше. Ну, скажем, я имею в виду нашу ракетную технику, гиперзвуковую ракетную технику. 7 человек погибли под Северодвинском. 20 миллионов находились в опасности. 14 подводников погибли в аварии Лошариков в Баренцевом море. Из-за пожара на складе боеприпасов в Вачинском районе было эвакуировано 16 тысяч человек. Это хроника только последних двух месяцев. Наша страна платит слишком высокую цену за стремление Путина грозить всему миру. Зачем нам такой мир, если там не будет России? Только вот пока самую большую угрозу России представляет сам Путин. Всего хорошего и до новых встреч.